Девушки отдыхают Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас Слову Твоему. Я благодарен Тебе, Боже, что Слово Твое питает, как хлеб питает. Когда мы голодны, когда наш внутренний человек, он нуждается в пище. Ты даешь нам Слово, и мы насыщаемся. Насыщай нас сегодня, Господь. Укрепляй нашу веру, ободряй нас, Господь, и благословляй нас во имя Ишуа Мессии. Аминь. Итак, как сегодня было сказано Сергею Михайловичу достаточно много, мы с вами сегодня заканчиваем практически цикл праздника Суккот. Это прекрасный праздник, хороший праздник. И второзаконие 16 глава 13 по 15 стихи говорит следующее. «Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь сгумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. Семь дней празднуй Господу, Богу твоему, на месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его. Ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих. И ты будешь только веселиться». Посмотрите, какой классный праздник. Веселись. Веселись. Бог говорит, послушай, приходи ко мне и радуйся. Ведь разные бывают праздники, правда? Бывают праздники, когда человек не радуется. Совсем недавно мы закончили Йом-Кипур. Это было время, когда человек изливал перед Господом свое сердце, изливал свою душу, и не до радости было. Но все прошло. «Веселись, говорит Господь». И, как было также сказано, Суккот — это один из трех праздников, во время которого все еврейское население собиралось вместе и шло в Иерусалим. Вся страна преображалась. Вот только представьте, в каждый двор, куда вы могли зайти, вы видели небольшой шалаш. И в нашем дворе сегодня тоже есть шалаш, друзья. Когда вы заходили сюда в зал, вы видели вот такую вот кущу или суку на иврите. Шалаш. Он не очень крепкий, он не очень такой устойчивый. Если мы вынесем его на улицу и подует ветер, скорее всего, его сдует. Этот шалаш является очень важным и значимым символом праздника Суккот. Бог говорит, стройте шалаши. И вот представьте, просто представьте, везде они строились. Самые разные. У кого-то большее, потому что семья большая. У кого-то меньшее. Там было место для гостей, которые приходили. И нормально было ожидать гостей. Ушпизим, как говорит еврейский народ. Тех, кто может прийти и покушать вместе с тобой. И наши дети, когда они находятся под Суккой, они запоминают это. Правда? Вы были когда-нибудь в детстве в различных походах? Ходили походы? Правда? Вы помните это спустя годы. Почему? Потому что мы будем жить в палатках, мы будем кушать грязными руками, мы будем делать вот это, мы будем... Комары там вот такие летали. То есть мы помним эти вещи. И вы знаете, кущи — это тоже запоминаемо. Дети, которые прожили неделю, можно ночевать в них, кстати, они запоминают эти вещи. Их сердце через видимые образы соединяется с какой-то Богом данной невидимой идеей, с праздником, с чем-то особенным. Что-то стоит за этим больше, чем просто покушать под кущей. Итак, время скорби прошло. Приходит время радоваться. Кто-то может спросить. Вот сегодня, вот мы взрослые с вами люди, правда? Здесь, когда мы читаем это из Библии, это было тысячи лет назад. Тысячи-тысячи лет назад. Зачем это нам? Зачем нам нужна куща? Что изменится в моей жизни, если я буду это делать, если я буду строить кущу? И книга Левит, как ни странно, 23 глава, 42-43 стихи, говорит об этом. Зачем? Там повторяется. В кущах живите семь дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш. Итак, смотрите, оказывается, это напоминание поколениям. Куща — это символ, который переходит через поколение. То, что говорит Бог. Помните то чудо исхода, которое было свершено? Помните ту пустыню, через которую вы проходили? И Бог говорит, послушайте, я хочу, чтобы вы раз в году строили эту кущу, потому что она будет напоминать вам о чуде. Она будет напоминать о победе. Она будет напоминать вам о том, кто я для вас. И Он здесь говорит, я — Господь. Я — Господь. Я не поменялся, как я был с тем поколением, которое жило в палатках, выходя из рабства, так я буду жить среди вас. Как тогда все было неуверенно, как тогда мог только ветер подуть в пустыне, и не осталось бы ни одной палатки из стана израильского, ни одного шатра. Вы помните, как однажды один из пророков, Валаам, он вышел и сказал, как прекрасны шатры твои, Израиль, как прекрасны шатры твои, Яков. И если бы не Господь был с этим народом, то ни одного шатра этого не было. И Бог обращается и говорит, я хочу, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилю, когда вывел их из земли египетской. Помните исход, помните победу. Вы знаете, что никто не может прожить в пустыне просто так. Абсолютно никто не может. Выйдите, попробуйте. Хватит вас ровно на полдня. Нужна вода, нужна еда, нужно какое-то производство. Это общество. Вы просто представьте, два миллиона человек собралось и пошло. В нашем городе живет около миллиона, чуть-чуть больше, да, с приезжими людьми. Представьте, что все мы, вы пришли как-то в Одессу, а никого нет. Вся Одесса куда-то идет. Каждый несет какую-то торбочку, у каждого какие-то рюкзаки, дети, коровы, какие-то овцы, непонятно что. Все куда-то идут. Но хорошо, если то место, куда идут, оно подготовлено для принятия такого количества людей. Но мы понимаем, что нереально даже подготовить такие места, а люди выходят в пустыню. Надо пить, надо кушать, нужно где-то согреться, нужно насобирать дрова, нужно что-то сделать. Бог включает свои сверхъестественные законы. Бог выходит навстречу и появляется манна. Одежда не ветшает, обувь не изнашивается. Если кого-либо укусила змея, достаточно просто посмотреть на медного змея. И приходит исцеление. Бог заботится о своих людях в этом шатком, в этом просто неспособном выжить самим собой, своими силами мире. Бог заботится. И вы знаете, друзья, шалаш, сука или это куща, это видимый символ божественной заботы. Бог желает заботиться у нас сегодня. Не только тогда, тысячи лет назад, но сегодня. Я верю, что его рука не сократилась о том, чтобы в наших жизнях появлялась манна. Даже сверхъестественная. Я верю, что Бог может сводить манну снова в наше время, если пожелает. Потому что он остался тот же. Он говорит, я Господь. Вы будете смотреть на свою обувь, и, может, будете видеть чудо. Она не изнашивается. Вы будете делать какую-то работу, и у вас будет благословение. Потому что Бог по-прежнему Господь, по-прежнему Всевышний, по-прежнему обращает свой взор на своих людей, на своих детей, на народ израильский. И вы знаете, сотнями лет, сотнями-сотнями лет еврейский народ строил шалаши. Но самый известный шалаш в истории еврейского народа был построен именно тогда, именно в пустыне. Этот шалаш называется Мишкан, или переносная скиния. Она также не была фундаментальным строением. Вы помните, да? В один из моментов Господь обращается к Моисею и говорит, я хочу, чтобы мне построили скинию. Скиния — это сборная такая конструкция, где человек мог принести жертву, где человек мог прийти в присутствие Божье и наладить с ним взаимоотношения. Это очень уникальное место, друзья. Не просто люди ходили и ходили и думали, вот есть Бог Всевышний, как бы с ним так, как бы так сделать, чтобы у нас были взаимоотношения вообще. Ну, давайте, может быть, денег ему дадим или построим храм ему великий, пускай, ну, как бы заманим его вот в какое-то место. Бог говорит, нет, послушайте, я хочу жить в твоей жизни. Построй мне место. Построй мне скинию, построй мне шалаш, и я буду жить среди вас. Я буду являть свои чудеса среди вас. Я буду прославляться среди вас. Я вам покажу, куда нужно идти. Мой столб огненный и столб облачный, мое присутствие, моя шихина, она будет двигаться, а вы двигайтесь с нами, с этим столбом. Переносите скинию, будьте аккуратны, и я благословлю вас. Я Господь. Итак, он позаботился о том, чтобы человек мог прийти к нему. Его желание было позаботиться о пище, его желание было восполнить всякую нужду, которая была в таком большом, я вам скажу, достаточно капризном обществе. Сорок лет. Сорок лет люди жили. Просто представьте, это целая жизнь. Целая жизнь. Они просыпались и видели чудо. Они засыпали и видели чудо. И так было из поколения в поколение. Оказывается, Бог может являть свои чудеса десятилетиями. Мы с вами иногда верим в чудо очень короткое. Правда? Очень короткое. Я подошел, например, к кассам железнодорожным, нет билетов, я помолился, и вдруг, вдруг, я смотрю, лежит билет. Я поднимаю билет именно на тот поезд, который мне нужен, без фамилии, именно вот просто вот я и туда хотел его отдать, хотел его как-то что-то сделать. И мы сказали, нет, что вы пристали, в этот ваш билет идите едьте, вам надо едьте. И я поехал. Я не знаю, как это работает, это просто чудо. Да? Мы верим в такое разовое явление, но когда мы вспоминаем исход, когда мы вспоминаем Божью скинью, Божий шалаш, мы видим, что чудеса способны быть частью народа Божьего десятилетиями. Десятилетиями. И Бог говорит, я Господь, живите в кущах, я хочу, чтобы ваши поколения помнили об этом, потому что я открыт быть благословением для народа, для тех людей, которые приходят в мое присутствие, которые имеют со мной взаимоотношения. Я Господь, я буду вашим Богом. Итак, Божья скинья, это образ чего-то немощного, чего-то построенного из кусочков, но это место, куда приходит Господь для встречи с человеком. И Он приходит туда не потому, что человек захотел, но потому, что Он захотел встретиться с человеком. Бог приходит в нашу жизнь, Бог являет Себя в нашей жизни, Он хочет участвовать в нашей жизни, но Он не навязывает себя, Он предлагает, построй мне кущу, построй мне кущу в твоем стане, в твоей семье, в твоей общине, в твоей жизни, в твоем сердце, и я приду туда. Я буду поддержкой тебе, я буду тем, кто позаботится о тебе, я Господь. Написано. Итак, очень важный принцип Суккота, друзья, основной принцип Суккота, его важно помнить, держать в своем сердце. Бог желает заботиться о каждом из нас в этом шатком и нестабильном мире. Друзья, в этом урок Суккота Бог желает заботиться о тебе, о тебе, о тебе, обо мне, о каждом из нас в это сложное время, время инфляции, время болезней, время ужасов, время нестабильности, когда ты читаешь каждый день новости и не знаешь, что будет дальше, когда курс разных валют меняется от настроения в течение получаса, Бог говорит, «Я хочу быть Господом в твоей ситуации». Оно все шатается, так люди не живут, но ты будешь жить. И не один раз произойдет это чудо. Десятилетиями я готов являть для тебя свои чудеса. Я тот, кто будет удержать твои руки, кто будет укреплять тебя силой, кто будет побеждать змей и просто сверхъестественно являть свою силу. я Господь в твоей жизни сегодня. Насущно ли это для нас, друзья? Конечно, насущно. Мы не живем в пустыне, конечно, мы не выходим из Египта, но тем не менее есть очень и очень много моментов, где мы можем применять этот принцип. Принцип осознания Божьей заботы о нас. Я когда-то читал такую историю, я хотел с вами поделиться, очень коснулась она меня. В одном городе жил такой известный альпинист, и у него была мечта, он хотел попасть на Эверест, но идея в чем была, вот именно у него, амбиции были настолько сильны, что хотел залезть туда один. И мы знаем, что Эверест достаточно серьезная гора, на которую просто так не залазят. Есть огромное количество людей, которые погибли при восхождении. У него была такая мечта, он очень много тренировался, и в какой-то момент он посчитал, что он уже был готов, ну просто реально был готов этот человек. и он начал восхождение, и в какой-то момент достаточно уже высоко началась буря, и его смело просто в ущелье. Ну, он ничего не мог сделать, он один, и все, что мог сделать, это уже была темнота, вообще ничего не было видно, вы представляете, Эверест, буря, темнота, и тебя куда-то тащит ветер. Он как-то там закинул эту веревку, и ну, и где-то зацепился, и вот он висит, висит в темноте, просто в темноте. Сначала дергался, дергался, ничего не происходит. Через некоторое время он понял, что все, ну как бы все, надо что-то делать. И он впервые в своей жизни начал молиться, начал молиться, и говорит, Боже, если ты существуешь, я не знаю, правда это или нет, помоги мне, пожалуйста. И внутри своего сердца он услышал голос, разрезай веревку. Ну, вы понимаете, да, темнота, ты висишь, разрезай веревку. он понимает, что внизу непонятно что, непонятно что. Он снова говорит, Боже, я как бы, снова внутренне такой вот голос, который ему говорит, разрезай веревку, режь стропы. И он не разрезал, не рискнул. Утром спасательная экспедиция, которая там проходила, она нашла его, замерзшего, на веревке. Он висел вот на такой высоте от земли и не знал об этом. Он просто замерз. Хотя Бог ему говорил о том, что режь. Вы понимаете, да? И я понимаю, что наша жизнь, она похожа на подобную историю. Я когда прочитал этот пример, ну, это удивительно, потому что мы всходим на горы. Мы иногда хотим достичь чего-то в своей жизни. Вот мы начинаем строить свою жизнь, и мы идем, что-то там достигаем, я хочу залезть на эту вершину, чтобы все на меня посмотрели, похлопали и сказали, вот это молодец. Обычно командой делают, а этот сам взял и сделан. Но приходят обстоятельства, такие, которыми мы не можем управлять. Вы понимаете, да? Нельзя сказать солнцу перестань светить, нельзя сказать ветру не дуй на меня, нельзя каким-то законом, которые есть вокруг, сказать перестаньте действовать на меня, они действуют. И мы обращаемся к Господу и говорим Боже помогай, Бог говорит, режь веревки, доверяй моему голосу, доверяй моему голосу, начни уповать на то, что я тебе говорю, перестань держаться за то, что вроде бы, вроде бы тебя держит, начни держаться за мое слово. Бог очень сильно переживает о человеке, в первую очередь о духовном нашем человеке. на самом деле, на самом деле, мы все нуждаемся в его спасении. Я знаю, что здесь есть люди, которые в своей жизни также восходили на эти вершины. Я знаю, что вы терпели крушение. И где-то вы вставали, где-то вы не смогли встать, и было поражение вашей жизни. Я хочу вам сказать, что Бог проходил с вами этот путь. Может быть, вы не знали этого, но Бог проходил с вами этот путь. И возможно, Он где-то когда-то говорил ваше сердце слова с просьбой довериться Ему, но почему-то вы не доверились. Друзья, я говорю вам, сегодня не поздно, сегодня еще не поздно, потому что Библия говорит, что живому человеку всегда есть надежда. Если вы понимаете, что в вашем сердце находится пустота, если вы понимаете, что вам необходимо, чтобы что-то изменилось коренным образом, это то место прийти в Божье присутствие, примириться с Ним, найти взаимоотношения с Ним и жить дальше. Не обязательно погибать, можно жить дальше, просто необходимо принять правильное решение. Итак, говоря о Суккоте в нашей жизни, Бог желает сегодня, вот сейчас здесь позаботиться о нашем духовном человеке. Друзья, если вы переживаете тяжести, если вы духовно уже очень сильно ослабели, Он желает обновить вас, Он желает, чтобы вот эта радость свободы с новой силой наполнила ваше сердце. Итак, очень-очень-очень непросто прожить эту жизнь, правда? Я знаю очень много людей, которые были доведены до отчаяния, они были полностью погружены в какие-то депрессии и в такие вот разочарования, но Бог прикасался к их жизни и сменял просто вот это вот, знаете, покрывало горя на покрывало радости. Я тоже совершенно недавно прочитал интересную историю, она может быть где-то банальна, но вы знаете, как для меня очень ярко видно вообще сердце Бога в таких историях. История чем-то напоминает ту, которую говорил Валентин Романович несколько шабатов назад, об одном ученике и учительнице. Вы знаете, что во многих классах есть такие дети, которых не все любят, они из бедных семей, они какие-то плохо развиваются иногда, и непонятно, что происходит. и у одной учительницы в классе был такой вот ученик, и все его шпыняли, и она тоже, в общем-то, не обращала на него внимания. В один из каких-то дней она подумала, странно, почему я так вообще к нему отношусь, он вроде нормальный мальчик, но я ж не знаю, и она открыла его историю, делала его и начала читать. Оказывается, он с очень неблагополучной семьи. Мама его умерла, его воспитывает папа, который очень сложно, потому что папа работает, плюс еще непонятно что, и долги, много-много всего, он просто им не занимается. И она говорит, я так подумала, ну, а чем он виноват, что вот так прошло? Ничем не виноват, простой мальчик, второй класс, ну, и все вот так вот. И она начала его как бы ободрять, просто ободрять, просто принимать участие в его жизни. И когда был день учителя, дети приносили разные подарки, он тоже принес, положил какой-то там непонятно завернутый подарок, непонятно с чем, и она говорит, я его открыла, а там какие-то дешевые духи такие уже начатые, и браслет какой-то с бусами, которых половины уже просто нету, ну, такое вот, знаете, и говорит, в этот момент весь класс, он замер, и все ожидают, знаете, когда мальчик для битья, и все как бы так, ну, сейчас начнется, как бы, ну, сейчас мы начнем, она говорит, я просто взяла, надушилась этими духами, понюхала, говорю, какой приятный запах, одела браслет, и говорит, правда, дети красиво, а дети они дети, знаете, они говорят, да, красиво, действительно, все, ну, как бы, настроение все поменялось, все, как бы, пошли себе дальше жить, и она говорит, что после уроков этот мальчик подходит к ней и говорит, вы знаете, вы знаете, вы так приятно пахнете мамой, и вам так идет ее браслет, я вас поздравляю, и убежал, и она говорит, я упала на колени и молилась перед Господом, потому что я понимаю, что на самом деле, как легко поломать человека, и как легко его созидать, и вы знаете, что в жизни этого парня очень многое поменялось, он почувствовал, что есть кто-то, кто обращает на него внимание, что кто-то, кому он не безразличен, кто-то, кто вникает в его жизнь, кто выходит ему навстречу, и она начала его ободрять, не то, что она начала, знаете, ставить ему оценки такие хорошие, но он почувствовал важность и значимость хоть для кого-то, хоть вот таким простым образом он начал учиться и лучше, 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 и через время она рассказывает, говорит, мне приходит одно из писем, где он говорит, вы знаете, я хочу, ну, там, несколько писем ей писал, говорит, в одном из писем приходит последнее такое, он говорит, я хочу вам дать первую информацию, которая у меня есть, сегодня я защитил свою докторскую диссертацию, а еще у меня 28 числа свадьба, и я хотел бы вас пригласить к себе на свадьбу, потому что мамы у меня нет, папа тоже уже умер, вы единственный человек, кто изменил мою жизнь, понимаете, да, я прочитал вот эту историю, это так трогательно, лично для меня было, потому что я понимаю, что Бог, он как-то вот похожим образом действует в нашей жизни, мы, как вот эти гадкие утята иногда, неказистые, где-то с ошибками, где-то с какими-то непонятными вещами, у нас не все получается, и мир нас шпыняет со всех сторон, и туда, и сюда, и ты, бедолага, не знаешь, чем ты виноват, что ты родился в этом мире, как так произошло, но Бог, он выделяет нас из всей этой толпы, он берет вот то малое, что мы можем как-то, ну, чем мы можем обратить его внимание, он берет эти духи и вдыхает и говорит, какой запах, он берет эти подарки, эти браслетики, выпавшие с камешками, ничего не стоящие, он говорит, как красиво, Бог исцеляет нашего внутреннего человека, потому что на самом деле мы очень ранимы, мы уязвимы, мы как вот этот шалаш, друзья, мы не выдерживаем давление этого мира, наша душа, она нуждается в его исцелении, наша душа нуждается в том, чтобы пришел кто-то сильный, большой, и сказал, послушай, все нормально, расслабься, я с тобой, я верю, что будут происходить чудеса, я верю, что будут происходить изменения, Псалом 67, 7 стих говорит, Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне, еще раз, друзья, Бог одиноких вводит в дом, под свой шалаш, к себе, в свое присутствие, он берет одинокого человека и говорит, послушай, не броди здесь по улице, там плохо, там тебя обидят, я хочу, чтобы ты пришел и нашел вот место, где ты можешь быть в спокойствии, Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников, узников чужого мнения, тех, кто зависит от каких-то восприятий других людей, от вот этих вот наклеек друг на друга, он такой, он крутой, он нехороший, он умный, он тупой или еще что-то, Бог освобождает этих узников от оков. Друзья, не является ли это тем исходом, о котором мы читали с самого начала? Бог освобождает от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Тех, кто не хочет, кого Бог говорит, я тебя зову, он говорит, иди отсюда, не хочу я туда, не хочу я ваши секты, не хочу я ваши непонятно куда, под какие-то, что вы хотите заставить меня делать? Послушай, никто тебя ничего не хочет заставить, я хочу, чтобы ты не бродил здесь по пустыне. Я хочу, чтобы ты зашел в дом, я хочу, чтобы ты пришел в мое присутствие, я хочу, чтобы ты кушал со мной под этим шалашом, я хочу поделиться с тобой теми чудесами, которые у меня есть, у меня есть много, Бог говорит, я, Господь, такой же, как я был тогда для тех поколений, я сегодня, в 2015 году, Господь, для каждого из вас, я хочу вести тебя в свой дом. Иоанна 14, глава 27, говорит, мир оставляю вам. Это Ишуа, когда он прощался со своими учениками, они переживали, что он уходит, он говорит, я мир вам оставляю, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Мир мой он оставил, да? Ишуа оставил свой мир для нас, он доступен сегодня, здесь и сейчас. Его природа не поменялась, он сам не поменялся. Мир мой даю вам. и не так, как мир дает. Все, что происходит, вся эта возня, мода, значимость, уверенность, послушайте, все это поиски этого мира, все это поиски покоя в сердце. Ишуа говорит, я даю этот покой сегодня и здесь, но не так, как они. Это настоящий мир. Это та стабильность, которая за пределами человеческих законов, человеческой возможности. 40 лет 2 миллиона человек по пустыне. Это за пределами естественных возможностей. Вы поручите эти 2 миллиона просто какому-либо государству современному даже сейчас. Вы знаете, каким это будет бременем для этого государства? Просто кормить 2 миллиона человек каждый день, которые ничего не производят, не работают, в нашем понимании, на заводы не ходят и на фабрики, не садят, не жнут, они просто ходят по пустыне. Это было бы большим бременем для любого современного государства. Но Бог говорит, послушай, я не государство, я тот, кто образовал землю, я тот, кто образовал вселенную, и я здесь, я Господь для тебя в этом празднике, я Господь для тебя в этом суккоте, я тот, кто берет шатающиеся и вдыхает туда свой дух, свою силу для того, чтобы ты стоял ровно, для того, чтобы ты стоял сильно. Мир мой даю вам. Он меняет наш дух, он заботится о нашем духе, он заботится о нашей душе, и друзья, знаете что, он по-прежнему сегодня открыт позаботиться о наших телах, о наших физических нуждах, о наших физических вопросах, которые есть у нас. И вы знаете, для этого не нужно много, нужно попросить, нужно обратиться к нему с молитвой, с просьбой об этом исцелении. Я вспоминаю такую историю, когда-то давно со мной произошла, мы были на одном из домашних общений в другом городе, я помню, там была женщина, мы так же вот просто говорили о божьих исцелениях, я говорю, послушайте, Бог может сегодня тебя исцелить? Она говорит, у меня гайморит уже 20 лет, постоянный, хронический, зимой и летом одним цветом, вот такая голова, просто не выдерживает человек, лечилась чем могла, не получается, я говорю, Бог может тебя исцелить? Она говорит, ну давай, я говорю, хорошо, не я исцеляю, Бог исцеляет, мы взяли какое-то масло, которое нашли, как Библия нам говорит о том, чтобы помазать ее, мы не нашли этого елея пахучего, знаете, мне притащили старую бутылку олейной, от которой просто сто лет уже было, налили в крышечку чуть-чуть масла, крышечку страшно держать было, такая-то была крышечка именно, знаете, мы помазали ее вот так вот чуть-чуть, и на следующий раз, когда мы встретились, помолились за нее, когда мы встретились, она говорит, все прошло, я просто проснулась утром, у меня совершенно здоровый нос, все мои пазухи, все чистое, я не помню, такое в детстве со мной было, до того как, послушайте, что-то было сложное, не сложное, бери и делай, но суть остается так же, Бог по-прежнему открыт к своим исцелениям, Он по-прежнему хочет позаботиться о нас, о нашей обуви, о нашей работе, об устройстве наших детей, о охране, о защите, друзья, Он открыт, Он говорит, приходи ко мне в мой шатер, итак, принцип суккота, суть суккота, Бог заботится о нас, в шатком мире, и это актуально сегодня, это актуально здесь, в эту субботу, 3 октября 2015 года, в городе Одессе, это реально, потому что Бог тот же, ничего не поменялось, Он был с ними, теперь Он с нами, так почему же нам не обращать к Нему свой взор, почему же нам не возогревать эту внутреннюю веру и не обращаться к Нему здесь и сегодня, когда мы начинаем это делать, наша жизнь однозначно меняется, мы приобретаем мир в сердце, уходит вот эта вот суета дерганая, приходит мир в сердце, и знаете что, мы начинаем отличаться от других людей, как Израиль отличался от других народов, когда они ходили по пустыне, мы, приобретая мир с Богом, начинаем отличаться, не потому, что мы лучше, просто Бог преображает нашу жизнь, и люди, глядя на нас, говорят, вау, а как вы так живете, а мы не знаем, как мы так живем, это необъясняемо физическими законами, мы знаем только, что мы обратились к Господу, а Он начал менять мою жизнь, как ты так можешь реагировать, я не знаю, как, Бог взял мое сердце, каменное и дал плотяное, дал мягкое сердце, я был злым человеком раньше, но Бог поменял меня, как вы концы с концами сводите, а я не знаю, как мы сводим, я знаю только, что Бог выходит мне навстречу, посылает работу, посылает возможности, дает какие-то скидки, дает благодать, я не знаю, как это работает, не могу объяснить, не могу написать учебник, я знаю, что Бог живет со мной, а я ужинаю вместе с Ним, обедаю вместе с Ним, я сплю в этом шатре, и Он силен для меня. Мы начинаем отличаться. И мы начинаем делать то, что раньше мы делать не могли. Мы начинаем идти туда, куда мы раньше не ходили. Мы начинаем видеть победы в тех сферах, в которых раньше мы не побеждали, а стабильно проигрывали греху, каким-то болезням, каким-то поражением мы начинаем видеть Его победу. А также, друзья, мы приобретаем наследие. Потому что вы помните, что все то, что происходило в пустыне, имело одну цель, прийти в определенное место, место хорошее, место благословенное. И я хочу вам сказать, что у нас также есть это место. Божий Иерусалим, Божья земля, Божье царство, в которое мы стремимся, и мы придем туда. Мы придем туда. Нам надо строить кущу. Нам нужно входить в его мешкан, в его святилище. Нам нужно иметь с ним правильные живые взаимоотношения. Итак, что мы можем сделать сейчас? первое, что нужно сделать, друзья, это выйти ему навстречу. Призыв сегодня звучит. И я сегодня обращаюсь к каждому из вас, к каждому, кто находится здесь. Я хочу, чтобы вы подумали о тех страхах, которые атакуют вашу жизнь. И вы знаете, что я знаю, что у каждого человека они есть. Я знаю, что каждый из нас ведет непрерывную борьбу с теми или иными страхами. Иногда они похожи, иногда они отличаются. Страх остаться без денег, страх остаться на улице, что меня завтра убьют, что что-то произойдет, я стану старым никому не нужным, я такой, я сякой, я буду брошенный, я одинокий, никто меня замуж не возьмет, ни на ком жениться. Куча разных вещей. Друзья, послушайте, я верю, что Господь желает прикоснуться к этим сферам и преобразить эти сферы так, как Он задумал, так, как Он желает. Я не призываю вас покаяться во всем известном или неизвестном, я призываю вас сейчас с верой обратиться к Господу и помолиться о трех вещах своей жизни, о тех трех вещах, которые наибольшим образом вас беспокоят, вот прямо сейчас. Может быть это нужда в исцелении, может быть это нужда в обретении внутреннего мира, покоя, может быть это что-то связанное вообще с примирением с Богом, может быть вы понимаете, находясь здесь, что вам необходимо с Ним примириться, покаяться перед Ним, это очень важный шаг, ключевой шаг для вашей жизни. Это сейчас возможно сделать. Бог говорит, я Господь, у нас построена куща, у нас построен шалаш, и даже если бы физически его здесь не было, поверьте, Бог, который жил в этой скине, там, тысячи лет назад, находится здесь, и он открытый, готов ответить на ваши нужды здесь и сейчас. Я призываю сейчас выйти сюда тех, кто желает помолиться об этом, кто желает оставлять позади все эти сферы поражения, я говорю о трех конкретных, друзья, чтобы не распыляться, и мы помолимся с верой, ожидая Божьего чуда, ожидая Божьего действия. Спасибо тебе, Божие, спасибо тебе за жизнь, которую ты даешь каждому из нас, что ты берешь все приговоры сатаны, врага, и отменяешь их, потому что ты, Бог, добрый, ты берешь одиноких людей и водишь в дом, ты, Господь, выводишь нас из пустыни и даешь нам свободу. Итак, друзья, те, кто вышел сюда, я прошу о том, чтобы вы сосредоточились на Господе, откройте свои руки, вот подымите, если можете, свои руки. Я не буду молиться за каждого из нас, но я верю, что Божья рука ложится на вас. Я верю, что Господь обращает свой взор на каждого и на молитву каждого. И давайте мы все вместе с молитвой скажем, с верой скажем, Святой Господь, я приношу перед Твое лицо эти страхи, назовите их, так, чтобы он слышал эти беспокойства. Боже, я отдаю это Тебе, и я прихожу к Тебе уставший и обремененный. Я прихожу к Тебе, как тот, кто уже не может решить это своими естественными силами. Я обращаюсь с верой к Тебе и говорю, Боже, помоги мне, ответь для меня. Пошли мне Твой ответ. Я верю, что Ты такой же сильный, как Ты был силен для израильского народа там в пустыне. Я верю, что здесь, сегодня и сейчас Ты желаешь явить свое чудо, свое исцеление и свое благословение. Я принимаю с верой то, что Ты делаешь в моей жизни. Я не пытаюсь объяснить это естественными путями. Я просто принимаю во имя Ишуа Мессии. Во имя Ишуа Мессии. И сейчас мы будем еще, друзья, с вами поклоняться. И я прошу о том, чтобы вы не спешили уходить. Я прошу о том, чтобы вы побыли с Господом в этой скине, в этом мешкане, в Божьем присутствии. открывайте свои сердца, изливайте свои сердца. Он живой для вас здесь, сегодня и сейчас. Святой Дух, я прошу, служи каждому. Святой Дух, я прошу, служи каждому человеку, кто здесь есть. Святой Дух, я прошу, служи каждому как овцы, каждый на своем пути. Субтитры создавал DimaTorzok